День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну, мы продолжаем Утро на Болткоме. И, как мы и обещали, Сергей Тимонин, основатель Кинокулц ЛВ, у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот, может быть, несколько слов сначала о философии Кинокулц, потому что десятилетие при юбилее совсем недавно отмечало. И я всегда всё время говорил о том, что да, вот у нас получается какой-то такой разрыв, то есть и вы всё время говорите в интервью об этом по поводу того, что есть блокбастеры, есть артхаусное кино, и вот как будто бы вот, ну, как в стране, где есть очень бедные и очень богатые, то есть вот как будто бы отсутствие среднего класса, то есть вот хочется посмотреть драматические, хорошие, серьёзные, но фильмы. Надо смотреть сериалы. Теперь средний класс ушёл весь туда уже несколько лет, но не так всё страшно, да, у нас философия, конечно, я бы сказал, она немножко менялась за 10 лет, но центральная идея, она всегда была и оставалась, что мы просто кинофаны, мы любим смотреть кино, мы любим смотреть кино в кинотеатре, и дома, конечно, тоже, но мы как бы за большой экран, и нас поддерживают там Кристофер Нолан, Клентин Тарантино, другие уважаемые люди. И мы просто, мы за просмотр кино коллективно, по возможности, на большом экране, и за эти эмоции, которые кино нам даёт, особенно когда мы смотрим что-то вот вместе, и это не зависит, это большой фильм, это маленький фильм, скажем так, эмоции, они могут быть очень-очень разные, от маленьких фильмов иногда получаем самые большие, самые насыщенные эмоции. — Какие вот самые такие картины, которые было, ну, я не знаю, сложнее достать, или вот какими больше можно гордиться, что удалось организовать вот их просмотр здесь? — Ну, у нас так, что мы вот за эти 10 лет как раз пережили всякое интересное, конечно, большие картины, то есть большие, я имею в виду по бюджету, скажем так, так называемые блокбастеры, они идут через голливудские студии, ну, их, с ними, мне кажется, у нас в этом всё в порядке, у нас всё показывают более-менее в один день с мировой премьерой, сейчас уже обычно не американская премьера, а мировая премьера, но вот, например, в других странах, например, в той же самой Японии иногда задерживают на полгода, иногда в европейских странах из-за разных обстоятельств, но у нас мы обычно смотрим одновременно, так что там всё хорошо. — Что касается таких более фестивальных картинок, конечно, там всё похуже, как бы, но тоже, скажем так, люди, которые занимаются независимым и фестивальным кино, это по моим таким, не прогнозам, а ощущениям, они, например, 10 лет назад, они такие были все, ну вот, когда мы вам дадим, тогда, тогда и будете смотреть, а сейчас, поскольку за 10 лет это всё, всё, вся киноиндустрия шагнуло очень сильно вперёд именно по дегитализации, теперь они, как бы, такие стали более, более заинтересованы, что, ну, мы вам дадим, пожалуйста, покажите и так далее, потому что… — Ну, то есть меньше снобизма, конечно, потому что, ну, любой человек может открыть мобильный телефон, скажем так, и это не шутка, и, не знаю, в Ютубе посмотреть сейчас что-нибудь, и сказать спасибо, я вот, обед закончился, и обратно к работе. Ну, то есть тянешь, чтобы этого не было, сейчас очень-очень сильно чувствуют, особенно производители европейского и независимого кино, то, что просто очень много всего можно смотреть и делать, чего раньше не было, и поэтому их фильм надо как-то, надо им больше работать. — То есть идёт такая война, в общем-то, даже уже не за кошельки за наши, чтобы мы пошли, заплатили за билет, за попкорн, там, за все эти сопутствующие вещи, а за время. — Да, так точно, потому что у нас есть вот сейчас в Латвии, например, в июне запустился Disney+, это была предпоследняя большая стриминговая платформа, ещё у нас осталась HBO Max, но там у них HBO и Warner Bros., сейчас у них слияние большое в Америке с Discovery группой, но это, я думаю, где-то на год отложится, был прогноз, что в феврале этого года будет. Тогда было бы всё, то есть у нас есть выбор буквально из всего, поэтому нам надо время как-то найти на это всё. И в чём смысл, что, например, условный Spider-Man или Avatar, ему об этом, ну, как бы ни тепло, ни холодно, то есть на него всё равно люди будут смотреть, а на маленький фестивальный фильм надо будет постараться, чтобы люди нашли время и пошли и посмотрели, потому что это большой риск, и риск именно по времени. То есть вы пойдёте и стратите два часа своего времени, а может фильм не понравится. Здесь можно рассуждать в разные стороны, например, бешеная конкуренция между таким вот поп-кино, именно попкорновым и какими-то фестивальными, арт-хаусными работами, вообще останется ли смысл кому-то заниматься ими, не исчезнет ли это как жанр, не скукожится ли он, не схлопнется? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, как раз вот самая большая проблема уже, то, что вы говорили, что средний класс, так называемый, или, если так, индустриальным языком, фильмы, которые среднебюджетные, но которые не маленькие и не гигантские, потому что если гигантский фильм, тогда там всё рассчитано, то есть, ну, там просчитано до начала съёмок, что это будет окей. Маленький фильм, но там и очень риск маленький, а вот такие среднебюджетные, которые раньше, например, в 90-х, 80-х, были основным, как бы, продуктом кино, да, вот с ними такая большая проблема, что их производить дорого, слишком дорого, чтобы рисковать, и слишком они рискованные, чтобы были просчитаны. Да, но вот у меня сразу вопрос, может быть, для наших слушателей, чтобы объяснить, Кинокулц – это клуб, или что это, как к нему присоединиться, как за ним следить? Может быть, для тех, кто… Кинокулц – это платформа, в которую входит наш сайт kinokulz.lv, в который входит подкаст, который мы записываем почти каждую неделю, именно о новинках кино, подкаст доступен в любой платформе, где вы слушаете подкасты. И это сеансы и всякие разные мероприятия, которые мы организуем, как раз, чтобы смотреть и большие, и маленькие фильмы вместе, и потом их, возможно, обсуждать, обсуждать и на месте, обсуждать в онлайне, и на наших платформах, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и так далее. Это новые фильмы или возможность посмотреть старые фильмы на большом экране? Да, вот одна из вещей, которые мы, как бы, начали делать, как сказать, как эксперимент для себя, и которая внезапно оказалась востребована, или просто никто другой это не делает, мы показываем или делаем ретроспективы старых, или, скажем так, не новых фильмов на большом экране, причем, это очень интересно, что мы показываем такие фильмы, которые, например, на которых мы сами выросли, то есть у меня сейчас будет 38, это примерно 90-е годы, 2000-е, и которые мы бы сами хотели посмотреть еще раз на большом экране, ну, чтобы оценить и пережить, может быть, те же самые эмоции. Ну, там, например, Первая матрица, Пятый элемент, Леон, что у нас еще было, Бегущий по лезвию, Крепкий орешек, Пятый элемент, Борисовский клуб, ну, что-то вот такое, и оказалось, что очень много людей, которые тоже хотят их посмотреть на большом экране еще раз, и перед каждым сеансом всегда спрашиваю, кто у нас в зале такой, который будет смотреть этот фильм первый раз, и до половины людей, которые идут смотреть первый раз, и причем это очень интересно и смешно, и достаточно, наверное, не особо смешно, что вот уже вырастает новое поколение зрителей, которым, и не могу спорить, Борисовский клуб, они не знают, про что там, потому что фильму 22 года, нет, извиняюсь, 24 скоро уже будет, то есть выросло поколение, но целое поколение выросло, да, и которого не видела никогда, например, «Титаник», не в кино или вообще, и которому у нас сейчас будет... О, слушай, а 50 лет назад кто-то наверняка жаловался, вы представляете, выросло поколение, которое не смотрело, там, не знаю, «Касабланку» или «Гражданина Кейна». 50 лет назад не было видеомагнитофонов широко распространено, чтобы вообще посмотреть... Ну, кино-то были? Нет, в кино, только в повторного фильма, то есть там фильм прошел, убрали его с киноэкрана, он исчез, и все, и дальше вот ты сидишь и ждешь, и здесь это такая возможность увидеть вообще то, что я смотрел в видеосалоне, там, «Бегущий по лезвию», вдруг вы увидите его на большом экране, это же что-то совершенно безумное. Да, и вот, например, у нас были только что сеансы «Красный отец», первая часть, ее 50 лет в этом году исполнилось, и очень были полные, люди идут, действительно с уважением относятся, и у нас было в этом году 80 лет исполняется от кримина, что вы говорили, «Касабланки», и тоже были полные сеансы. Да, 80 лет, то есть я сейчас думаю, какой у нас будет фильм, кто вам 100 лет будет, чтобы такая, то есть в зале люди, большинство людей в зале, они не родились, когда этот фильм выходил. Да, да, помню, премьер. А я хочу сказать огромное спасибо за Чо Юн Фата, вот этот фильм Джона Ву, который посмотрел уже на большом экране, это что-то с чем-то, это не «Кили», а «Хардбойл», «Круто сваренный». Да, это действительно что-то невероятное, увидеть картину на большом экране, хотя я ее помню, вот просто, ну вот, в маленьком видеосалоне, где-то с вами. Слушайте, мы сидим, обсуждаем, вспоминаем какие-то такие названия, там, корейцев мало кому известны. Почему это мало? Подожди-ка, подожди. Мысли можно я закончу? Я ее все равно закончу. Ты закончил, я просто уже возмущен. Ну, прошу прощения, что возмутил тебя. А мне не дает покоя тенденция вырождения кино. Ну, я это считаю вырождением, сразу прошу прощения и у вас, и у вас, и у зрителей, и у слушателей. То есть вот вся эта вселенная Марвел для меня – это вырождение. То есть фильмы уровня Касабланки, вот эти все корейцы и так далее, это прям кино. Китай, он гонконгский. Прости, да. Не назвать это, может быть, высокоинтеллектуальным, но они были каким-то сюжетом, они были, какие-то мысли там, по крайней мере, были. Это ерунда. То есть вы фанат DC, да? Нет, я как раз... Мне непонятно, почему и то, и другое захватывают кинотеатры, и множатся, и распространяются в геометрической прогрессии. Где другие фильмы? Смотрите, там все не так страшно, хотя я, конечно, понимаю вашу возмущенность, и у меня есть доля правды. Это состоится из двух частей. Касабланка – это фильм, получается, у нас 1942 года. И думаю, что в 1942 году, ну, может быть, в 1942, конечно, нет, потому что тогда война была, а, например, в 1948-м или в 1938-м, в Голливуде, скорее всего, выходила куча ерунды, просто гигантское количество всякой полного шуака, но просто до наших дней осталась Касабланка, и шуак никто не помнит. И то же самое с Косовским отцом и с остальным. То есть шуак он всегда выходил, а вот Касабланка мы помним. И, скорее всего, сейчас тоже мы запомним отдельные фильмы, но, не знаю, как будет через 50 лет, и надеюсь, что мы это, конечно, еще застанем. То есть имеет смысл тогда провести параллели, тогда это были такие, ну, скажем, непростые, тяжелые военные времена, и требовалось отвлечь внимание на что-то легкое. И сейчас, в принципе, то же самое происходит. Сейчас то же самое, потому что, ну, то есть развлекательные, легкие фильмы, которые, ну, бездумные или бездушные, или просто, как говорится, коммерциальные, они выходили всегда, и до наших дней это, ну, то есть, ничего особо не поменялось. Это просто нам так кажется, что вот тогда было, и это зависит от множества факторов. Конечно, мы только видели, или просто то, что осталось в истории, ну, оно осталось в истории. Причем «Казабланка», да, когда вышла, она особо популярна не была, и это можно отнести к очень многим фильмам, к тому же «Бойцовскому клубу» и так далее, которые только после энного количества лет они становятся по-настоящему востребованными. Но и вторая часть такая, что сейчас, вот, например, в 2022 году, точно, я могу сказать точно, что никогда в истории человечества не было так много фильмов и сериалов, как сейчас. Их просто производит гигантское количество. И ясно, что если есть огромное количество, вам просто кажется, что их очень много, и это все шлак. Но хороших фильмов при этом не убавилось. Просто увеличилось количество контента, скажем так, общего, потому что есть все стриминговые сервисы, каждый из них производит свои фильмы, свои сериалы. Голливуд не производит меньше кино. То есть кино просто очень-очень много. И поэтому, если хочется найти что хорошее, хорошее всегда можно найти. А люди всегда смотрят, конечно, то, что им нравится, это развлекало. — Разгрести шлак помогает, конечно, кинокульт своими подкастами и рецензиями. — Мне вот хотелось узнать, как угадать, что... Вот для вас ведь это риск. Как угадать, что будет пользоваться, соберет зал? Потому что вы делаете ведь один просмотр. Вам важно, чтобы был зал полон. Тогда это имеет смысл. — Это было бы хорошо, конечно. — Да. И вот как угадать, какой фильм соберет полный зал? Потому что, ну, понятно, что очень обидно потратить деньги на приобретение прав на показ, где будет там 10 зрителей. — Ну, я думаю, если бы такая формула была, тогда все фильмы были бы популярными и непопулярными, просто никто бы не покупал и не показывал. Я не могу отведить на этот вопрос. Ясно, что если мы будем делать, например, какого-нибудь марвелского фильма, это будет полный зал. Но это ясно, что надо просто смотреть, что именно делать и что мы можем пропустить. — Но сейчас у вас, я скажу, вижу, что идет Кристофер Нолан. Вот ретроспектива прямо этого. — Потому что из-за ковида, у нас такая ситуация, что сейчас летом очень мало больших фильмов. Это очень большая редкость, когда вот именно из-за пандемии там что-то передвинулось туда-сюда. Летом буквально 3-4 больших фильма, которые, будем честны, занимают кинозалы. То есть кинотеатры стоят не то что с пустыми залами, но вроде того. И у нас есть возможность показать что-то такое, что вот как раз прошло уже тест временем, даже если это фильм 10-12 годичной давности, например, «Инсепшн» или тот же самый «Данкерк» Кристофер Нолан. То есть мы знаем, что людям это нравится, они хотели бы еще раз посмотреть, можем показать, может быть, для тех, кто не застал или не успел, или их лучше посмотреть еще раз. Так что это такая тактическая задача, которую, мне кажется, мы выполняем удачно. Насколько сложно раздобыть вот копию фильма? То есть это насколько долгие какие-то переговоры? Вот все ли фильмы существуют в каких-то оцифрованных копиях? Или нужно ввести пленку? Или какие-то там прямо вот... На пленке, мне кажется, больше никто не показывает в Риге, хотя я думаю, что есть, мне кажется, в «Полеонеталосе» есть проекты. И надо подумать, есть ли человек, который умеет его завести, потому что это еще один вопрос. Но, да, у нас есть цифровые... У нас мы показываем цифровые копии, и вот как раз я говорил, что мы показывали «Крестный отец» на 50-летие и «Касабланку», и особенно голливудские студии, которые, да, делают блокбастеры и «Марвел», и «Форсаж», и «Аватар» и так далее, но они знают, где можно найти деньги, и они очень заинтересованы в том, чтобы как бы показать и заработать также на своем наследии. Поэтому вот только что был «Крестный отец», у него была так называемая 4К-реставрация, которую там сам Фрэнсис Форд Клопова сидел, и каждый кадр очистил, и говорил, что мой фильм никогда не выглядел лучше, чем сейчас. И потом вот «Касабланка» например, была тоже реставрированная копия, которая там была целая пресс-релиз, что там три компании работали, оригинальный негатив нашли, какую-то специальную технологию придумали, чтобы как раз черный-белый фильм уже заиграл, как бы, скажем так, новыми красками, да, и какая-то гигантская работа проделана. То есть они не только новые фильмы делают, они очень бережно относятся к своей этой коллекции, и они очень любят как раз заработать еще раз на своих фильмах из каталога. Поэтому вот на такие мероприятия, да, копии достать сравнительно легко. То есть они с нами заинтересованы. Иногда это очень трудно, поэтому, по-моему, это круто сваренный, мы вот все эти 10 лет как раз и искали, как можно каким-то образом показать, и как можно найти копию, потому что там такая история, что это фильм из Гонконга, и это были, ну, это, как бы, другие времена, скажем так, были, и, насколько я понимаю, оригинальная копия где-то сгнила просто фильма, то есть ее не существует в физическом виде, есть какие-то шметки, какие-то пленки, которые сделаны копии, поэтому там энтузиасты в интернете их складывают, оцифровывают сами, то есть, а потому что студии, которая сделала фильм, ее больше не существует, да, склад там, не знаю, сгорел, затопило что-то такое, и все попало. — У вас, если какая-то детективная история получается. — Да, и что это очень странно, что это не фильм 100 лет давности, а, ну, не знаю, 30, то есть, ну, и популярный фильм, а вот оригинал, все. — Ну да. А как составляется, вот, как составляется план, вот я вижу, что дальше будет «От заката до рассвета» «From Dustin Down», вот кто составляет, вот это вы делаете, или зрители просят какие-то фильмы? — Это совместная работа, скажем так, с нашими читателями и последователями, и зрителями, потому что мы примерно понимаем, даже сейчас после стольких лет работы, что у нас популярны, что нет, хотя всегда, конечно, есть сюрпризы, что тебе кажется, что не будет популярным, оказывается, и наоборот. Но мы знаем, что примерно вот, или нас просят, покажите вот то, покажите то, если очень усердно просить, тогда мы понимаем, что есть запрос на такой-такой фильм, и очень-очень-очень важный элемент этот такой, что нам самим хочется посмотреть в большом экране вместе с другими, поэтому мы, это очень важный аспект в этом всем, что надо, чтобы мы тоже этот фильм любили или уважали, хотели посмотреть. — Дорогие, я знаю, что вы всегда делаете специальную презентацию перед фильмами, насколько вот это важная часть для просмотра. — Конечно, это всегда очень важно, потому что это способ представить фильм зрителю, и тому, кто уже видел фильм до этого, и, может быть, тому, кто только первый раз собирается его смотреть, поэтому я думаю, это такой, ну, я всегда это держу в уме, что это очень важно, что кто-то в зале сидит, что первый раз будет смотреть, надо ему представить этот фильм, который я, например, очень люблю, в самом удачном свете, или, не знаю, как-то его специально подготовить, чтобы, потому что второй раз, первый раз не будет. — То есть это вообще невозможно. — Да, конечно, это часть наших мероприятий, которые людям очень нравятся, я думаю, это очень тоже важно, чтобы он получил немножко больше, чем на просто сеансе. — Ну, смотрите, у меня сразу возникает вопрос, вот есть сейчас такое формальное отношение, есть люди-кинокритики, которые там специально обучались, которые получали образование, насколько я понимаю, вы просто вот любите кино, вот в чем разница между блогером, пишущим о кино, и кинокритиком, и что честнее, вот кинокритик, который строит это уж очень научно, или энтузиаст, искренний и честный. — Ну, вот смотрите, у меня нет кинообразования, поэтому я, наверное, могу писать все, что угодно говорить, и особо ответственности за это не нести, а кинокритик должен нести, и он все-таки получил образование. Это шутка, конечно, но я думаю, что там большая доля правды, но кинокритик, ну да, я думаю, так в этом и отличается, что он получал образование, и он как несет ответственность за то, что он делает. Но, если честно, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, мне кажется, что запросы изменились, и как бы трудно сказать. Мне нет примеров. Мне кажется, что у нас с Латвией уже тоже как бы так все это поменялось. — Потому что я знаю, что ваши презентации, они в принципе настолько интересны, и они выглядят как какие-то, я уж не знаю, там научные работы иногда, потому что по этому объему информации, но при этом это делается очень в легкой доступной форме, без каких-то очень долгих, ну, знаете, вот раньше тоже было, в клубах показывали фильмы, выходил кинокритик, который долго, нудно, на час читал лекцию, все сидели, спали и ждали, когда же наконец-то начнут показывать кино. — Я думаю, это зависит от конкретного человека, и от стиля изложения, потому что наверняка есть нудные кинофанаты, которые не могут никак заткнуться, и есть очень интересные кинокритики, которые очень легко подают, и они популярны, наверняка, у каждого есть кто-то свой, кого вы читаете и смотрите, или как-то так, что, — Ну что же, так я смотрю прямо, и действительно, кроме Нолана, и Инцепшн, и Гладиатор, и куча тарантиновские фильмы, и, кстати, совсем недавний Теннет, опять-таки, тоже можно будет пересмотреть. — Если кто-то пропустил, из-за ковида, там был такой большой скандал, что будут выпускать, не будут выпускать, поэтому выпустили, потом опять был локдаун, так что, если кто-то не успел посмотреть... — Фейсов я вижу, боже мой, просто это... Я уже просто весь в предвкушении просмотра. — Это был фильм, который нас спросили очень показать, я думаю, очень обоснованно, потому что сейчас вот был весной фильм с Николасом Кейджем, где он про себя немножко посмеялся, нам показалось... — Невыносимая тяжесть, какого-то бесконечного таланта, что Кейдж вот опять на коне, и надо показать один из его, наверное, самых популярных фильмов в народе, Фейсов, мне казалось... — Главное, надо успеть до осени, потому что неизвестно посадить для нас опять. — Да. Так то, что надо идти сейчас смотреть. — Нам показывают, что время уже завершилось. Сергей Тимуевин, основатель Кинокул СЛВ. Спасибо огромное, что пришли, нашли время. — Спасибо вам большое. — Всего доброго. — Всего доброго. — Радио Болткома. Радио Болткома. Радио Болткома.